Сегодня мы будем говорить только о стихах. Начнём со стихов о Камчатке. Александр Самах На Камчатке новый день рождается. Над волнами солнце яркое встаёт и в далёкий путь на запад направляется. По любимой родине идёт навстречу от крутого берега, Разгоняя утренний туман курсом твёрдым на скалистый остров Беринга. Рыбаки уходят в океан. Океан могучий, сердце наше радует, и мечта одна покоя не даёт, Что народ коммунистической бригадою назовёт наш рыболовный флот. Так пускай седое море вспенено, мы с пути прямого не свернём. По пути, указанному Лениным, в коммунизм уверенно идём. Вот такие вот стишата сочиняли на Камчатке в прошлом веке. Это книга «Пожелайте нам ветра попутного» Сборник стиховых песен камчатских авторов, Вышедший в 65-м году века минувшего во Владивостоке. Но не всё так плохо. Если на Камчатке сочиняли уропатриотические стишки, Нет, не только. В порядке рекламы, Вновь напомню, что у меня ещё осталось несколько экземпляров антологии. Стихи о Камчатке, куда вошли тексты о полуострове, Написанные с середины 19-го до конца 20-го веков. И эту книжицу можно раздобыть, Написавши мне на адрес электрической почты, Которая находится в описании канала. Да, о книгах и о стихах. Сегодня я получил на почте сразу две книжки. Вот так я узнал о первой из них. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. Давным-давно не было у меня живых видеодневничков. И вот сегодня как раз выдался повод, выдался повод рассказать вам о новых книжицах. С утра на почте я забрал две посылочки. Здесь, как вы могли догадаться из сказанного только что, находятся книги. И сейчас мы посмотрим, какие именно книги здесь спрятаны. Распаковываю первую посылочку. Бумагу, кстати, никогда не надо бросать под ноги. Уважайте природу, мать вашу! Уважайте городскую среду! Также, мать вашу, посмотрим, что за книжица, пришла мне. Это книжица. Стихов советского поэта Демьяна Бедного. «Удар по врагу». Книжица выпущена в свет, гослиты с датом в 35-м году века минувшего. Я когда-нибудь почитаю вам из нее. «Удар по врагу». А вторая книжица более интересна тем, что она принадлежит Перу, на мой взгляд, лучшего на сегодняшний день непрестарелого русского поэта Дмитрия Мельникова. Его книги выходят в свет достаточно редко, потому как русская поэзия, написанная русским человеком, приверженцем русского мира, сейчас неинтересна тем, кто делает свои гешефты на лейберальном книгоиздании. Давайте посмотрим, что же спрятано здесь. Вот. Книга Дмитрия Мельникова «Лёгкий характер». Вот такие вот замечательные книжицы сегодня пришли ко мне. «Это в мусор». О книге. О книгах я расскажу вам чуть позже, добравшись до дому. «Играет музыка». «Все. Вьет Prophez» О книге. «Субба». Продолжение следует... Продолжение следует... Первая книжка, за которой я поехал в одну из соседних деревень на почту, потому как в нашей деревне почты уже нет много лет, и мы получаем все почтовые отправления в халактырке. Первая книжка называется «Лёгкий характер», и её автор Дмитрий Мельников, московский поэт. Стихи сейчас пишут, как мы все знаем, многие. Не просто многие, кому не лень, и издают многие. Но на самом деле по-настоящему хороших поэтов достаточно мало, а больших русских поэтов можно пересчитать по пальцам. И из так называемых молодых поэтов, то есть молодых это тех, кому меньше полувека, Конечно, я в первую голову выделю Дмитрия Мельникова. Тогда скажи наследнику, жильяр, Что, ежели он вздумает проститься, И дымный свет автомобильных фар Вдруг выхватит платок императрицы или на стенке бурое пятно, То пусть он не кричит и не боится. Подвал заасфальтирован давно, Над ним трамвай проносится, как птица. Тот красный электрический трамвай домчит его в урочище, Загать, где в самом центре топи. Так и знай и сестры, и отец его, и мать. Как будто на купании в Крыму, Вот только лица срублены прикладом. А впрочем, нет, не говори ему, И пусть не просыпается. Не надо. Но это же совершенно потрясающие стихи. Я не буду сейчас, да и навряд ли буду потом делать их, Литературоведческий разбор. Они в нем будут нуждаться только когда Творчество Дмитрия Мельникова Займутся серьезные исследователи. Я прочитаю вам еще одно стихотворение Дмитрия Мельникова. Сорок лет войны, пузырится пена. Деда учит внука стрелять с колена. Поднимает винтовку и бьет, прицелясь. Пуля попадает солдату в челюсть, И он корчится в луже на черноземе. Городской телефон оживает в доме. Здравствуйте. С вами говорит Моторола. Президент наш выходит еще на татами. Жаль, я не могу подняться из гроба. Сорок лет лежу в этой еме с цветами. Знать бы что-то, как у вас получилось. Дед кладет на рычаг горячую трубку. Это было взаправду или приснилось, Говорит стоящему рядом внуку. Над Донецкой степью пылают звезды. Внук и дед ползут в грязи по нейтралке. И над ними, с воем врезаясь в воздух, Все, летят в обе стороны. Катафалки. Дмитрий Мельников. Книга. Легкий характер. Ну и еще о книгах. Еще одна книжечка, дошедшая до меня. Впрочем, я же вам показал уже эти обе книги. Называется «Удар по врагу». И ее автор – Демьен Бедный. Эта книга вышла в 35-м году. Книгу прошлого века в Госледиздате в Москве. И скоро я расскажу вам об этой книге, Об одном тексте из этой книги. И еще об одном, Очень знаменитом, очень известном тексте. Вас ждет настоящее стиховедческое открытие, О котором не подозревает пока что никто. Теперь, как вы уже привыкли, Ставьте лайки. Если вам нравится время от времени, Узнавать от меня что-то новенькое. О Камчатке, о культуре, о стихах. Да вообще о том, что меня волнует. Ежели не нравится, ставьте дизлайки, От меня не убудет. Задавайте внизу, под роликом, вон там, вон внизу, Вопросы, возможно, я на них вам отвечу. А ежели вы на моем канале в первый раз, Ежели вам сразу не стало скучно, И вы желаете возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, снова. Я могу очень долго продолжать, Если вы хотите возвращаться сюда, То сейчас в правом нижнем углу экрана Появится подсказка. Выполним рекомендации, которые вы не будете пропускать. Новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться. Из красной стала светло-серой, И в ней появились два сакральных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, молодцы. Аплодирую вам. Теперь вы не будете пропускать. Новые ролики на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитров Дима Торзок Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова